так всем привет друзья продолжаем эпопею пошел уже второй месяц или нет не знаю сейчас там подписчики и подписчики зрители писали кому-то за три дня вернули кому-то три месяца вот где-то полторы недели не не беспокоили или больше даже неделю точно ищут груз причем набирая каждый раз все как первый да 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 там что-то створа но повернение и так далее у нас тут эти ищет девушка посылку давайте в двух словах то не в курсе отправили груз примерно месяц назад не груза не наложного платежа якобы потеряли хотя покупатель говорит что получил ну скорее всего получил просто не пробили ирпень там места глухие могли забыть пробить может просто людям деньги нужны ну в общем не суть не посылки не наложного платежа дякую за очекування переверю информацию за а вы не по не подскажите это уже второй раз такое происходит уже раз ее не прикрепили мы опять мы видела не надавали претензию потим перед звание валы вам жену в смысле оператору сказали дашь он некорректно прикреплена перекрепили смотрите прошло 31 сегодня какое 11 знаете что до 11 сентября вообще такая очень опасная дата не только не только для небоскребов сша и для новой почты может быть опасной смотрите я хотел спросить вы вы издеваетесь вообще вот ваша компания издевается над людьми вот вы садисты или вы как вас назвать я вот не знаю просто вы понимаете что вот это то что сейчас это происходит уже почти месяц я не знаю уже есть такое 14 без трех дней подождите вы меня послушайте я вам расскажу а вы потом будете разговаривать через три дня через три дня будет ровно месяц как вы издеваетесь надо мной вы понимаете что у меня психика news психика неустойчивая у меня вы понимаете из тем более сегодня 11 сентября если было 3 сентября знаете песню 3 сентября да я понял я смотрите я пояснение то что вы поясню ты я это слушаю месяц уже без трех дней вот одно и то же целый месяц что ваша претензия прикреплена не прикреплена что груз ищут что покупатель получил другую посылку хотя он получил нашу понимаете я же не спонсор новой почты ну когда вы прекратите издеваться так нельзя вы представляете масштабах страны если вы так кидаете всех по чуть-чуть ну мне допустим знаете бородача с днепропетровского то мне дает 55 дней кредита а потом я ему плачу деньги ну опять же 55 дней то если это если золотая карта там да да давайте я бачу что вы вернулись в контакт-центр я не могу контакт-центр претензия ваша я вам уже поведомила так вы зрозумела быть и знали так чтобы напиши прикреплено было некорректно я ее зараз перекрепила зи своего боку я зараз передам информацию в виде компенсации чтобы ее взяли в работу в первую очередь потому что она была в работе еще и до конца минулого месяца она не была в работе я не своего боку передам в особенном порядке им эту информацию чтобы по возможности в первую очередь и взяли в работу то есть еще еще 30 календарных дней или сколько или рабочих дней 30 далее теперь со сегодняшнего дня или как ну так 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 говорили так так новая почта мне сообщает ну там дата все время меняется он это муж это мы уже слышали это мы уже слышали прошлый раз про максимально поведомит и когда вы быстрее закроетесь уже чтобы не будете мучать издеваться над людьми желательно чтобы закрылись я вам я вам желаю я вам желаю закрыться побыстрее и не издеваться над людьми закрыть вашу организацию супер почту вашу майбут него так смотрите теперь у нас есть еще один телефон супер менеджера сейчас мы звоним давайте перевернем чтобы мы не не показывали не показывали звоним супер менеджеру там может личный телефон мне его дали так как я являюсь клиентом новой почты лет 20 уже наверное или сколько там грузовик к нам раньше ездил сейчас покажу смотрите вот колесные диски у нас есть вот раньше диски они нам просто грузовиками возили кон прямо к нам когда было другой экономическая ситуация в стране так что-то лыся не хочет с нами разговаривать сейчас попробуем еще раз звоним топ-менеджеру компании новая почта так прямо занят уже раз 15 я набрал но пока без результат на но мы дозвонимся сейчас я надеюсь уже с другого номера набираю но пока трубка не берется ну вот такая конторка не конорка просто то есть люди сначала пару дней дурня включали не была прикреплена претензия к нашей накладной никто и не занимался прошло с 31 по 11 12 суток опять не прикреплена то есть и в чем ситуация ты не можешь ничего сделать ну нет уж ну какой-то офис был бы там центральный куда-то поехать что-то рассказать им нифига здравствуйте да это я не не смотрите вот слово в слово я извиняюсь перебил слово в слово мы слышали этот же рассказ в августе один в один вот как вы говорите вот слово в слово это загружено у вас не у нас у нас она загружена раньше мы обратились намного раньше и вот прошло прошло двенадцать суток и только что я узнаю о том то есть вам надо звонить я понял каждый день желательно раза два наверно лучше три я только что узнаю что претензия не прикреплена второй раз уже она не прикреплена потому что после того как загружена там на следующий день или через два дня мы обратились и она была не прикреплена сейчас она опять не прикреплена то есть но это мысли это я слышал две недели назад да дальше что смотрите нет у вас к сожалению нет никакого то есть центральный офис вот куда мне подъехать и как-то ускорить этот процесс есть центральный офис у вас смотрите у нас два офиса один в полтаве один в киеве в общем у нас там процессы взаимосвязаны и дабы подъехать куда-то где обрабатывать эти претензии сейчас нет у нас весь офис центральный сейчас вообще на удаленке работает с этим что елки и тут вам и тут вам повезло ну да просто сегодня смотрите 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 сегодня сегодня такая дата серьезно 11 сентября знаете что 11 сентября бывает да 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 можете дать мне адрес офиса адрес офиса в киеве в киеве не в полтаве полтава далеко ну чтобы я подъехал чтобы я подъехал и ускорил вот процесс вот я там точно ускорю если я приеду тем более 11 сентября 103 хорошо вот не фрунзе 103 я думал мне больше фрунзе 103 напоминает вот общение с вами знаете что на фрунзе 103 находится не знаете психиатрическая больница имени павлова в киеве и и еще верхний спартак называют она внизу стадион спартак а то верхний спартак вот у меня такое впечатление живут я вам звоню уже три дня осталось до месяца вот 14 числа мы отправили посылку августа и вот через три дня вот мне такое впечатление уже что я звоню вот туда на верхний спартак вот ну вот общение вот это многочасовое уже если это все сложить многодневная не знаю многонедельная и вот ничего не происходит то есть но я же не спонсор новой почты вы понимаете ну я понимаю что вам деньги нужны я представляю сколько таких сколько таких лошариков по стране которым вы которым вы как как корректнее сказать которых вы обманываете вот правильно так сказать которых вы обманываете и горю говорите что мы все решаем мы спасаем мы там юристы у нас так работают руки в мозолях ноги в тоже просто с ног сбиваются сутками ну просто жесть какая-то ну когда вот можно как-то решить сегодня этот вопрос ну давайте завтра сегодня допустим сложно 11 сентября а завтра суббота опять смотрите все опять на следующей неделе то есть как раз месячный юбилей я думаю что за месяц вы не справитесь в любом случае ситуация в чем что покупатель груз получил я с ним связывался он нигде не заказывал вы мне рассказываете что груз получил он другой что он где-то заказал у кого-то я не знаю у кого заказал он груз получил груза нет у вас так вот в чем в чем проблема я не могу понять вы потеряли груз прошел почти месяц без трех дней в чем проблема вернуть деньги я вот не могу понять можете объяснить то есть было отправлено 14 августа был отправлен груз так уже после того как написано две недели прошло понимаете но это я слышал все все слышал слово в слово мы со своей стороны сейчас ускорим сейчас поможем лыся трубку не берет уже лысь узнаете вы нет ну так включила громкую связь клиентам было бы интересно как работает ваша компания доставка будущего доставка то есть вы поняли это будущее наверное это мои правнуки получат вот это вы имеете ввиду этот ваш лозунг доставка будущего да это что будущее в будущем под правнуки получат наложный платеж который отправлен был в августе 14 августа 2019 они где-то получат там две тысячи сто сто девятнадцатом наверно да я понимаю но это же доставка будущего у вас правильно же ну лозунг правильно я повторяю да вы видите ну хорошо будем ждать в общем так веселит меня ваша компания просто ну не некуда обратиться вы понимаете выше у вас офис на удаленке и в полтаве тоже на удаленке на ну полтава вообще удалена от киева на 337 километров это я помню дедушка возил меня на жигулях и у него была карта такая красивая автомобильных дорог ссср и вот полтава там чисто точно были расстояние между городами 337 километров ну хорошо будем надеяться на вашу сознательность и что в будущем правнуки получат мою посылку точнее деньги за нее до встречи до встречи офиса пришлите мне номер не номер адрес офиса мало ли шо да они фрунзы 103 подождите шоссе 103 а столичное шоссе это возле мерседеса где-то у вас там должны быть быстрые машины вы должны быстро все доставляет лоб общем все спасибо до свидания да я вот я это в эту фразу знаю да спасибо в общем такая вот жесть я думаю всем все понятно из разговора ну это просто цирк какой-то я уже прикалываюсь над ними ну прикол приколом а сколько там 1300 гривен повисло где-то ну не глобальная сумма ну просто ничего не происходит и так если им не звонить не тормошить но человек написал мне что три месяца это продолжалось так это я звоню уже топ-менеджеру топ-менеджер дает указание вот девушки забыл как зовут катерина или карина или ну неважно дает ей команду и все равно ничего не происходит в общем оценивайте груз на новой почте обязательно по стоимости то есть представляете да если не было наложного платежа была оценка какая-то минимальная то есть тебе в лучшем случае вернули там из вместо твоей 1300 300 вернули и сказали мы потеряли в общем всем пока друзья сожалению конкуренции нет монополия у новой почты был in time раньше нет его ну там несколько мелких компаний но они конечно сложно им до встречи